Добрый день, дорогие друзья, братья и сестры. С вами священник Константин Мальцев. Отвечаю на очередной вопрос, который мне написали. Секунду. Я верю в Бога, но не крещеный. Когда соблюдал пост, мне сказали, что раз не крещеный, это не пост, а диета. Это правда? Ну, давайте порассуждаем. Давайте, как минимум, хотя бы откроем Википедию и прочитаем, что на это нам говорит Википедия. Пост. Религиозно обусловленная традиция временного воздержания от пищи или питья, полностью или определенного вида, сопряженного с другими духовно-аскетическими практиками. Ну, давайте теперь подумаем эту тему. Что такое вообще пост? Откуда мы узнаем о посте? Естественно, и с Ветхого Завета. Ну, наверное, такой яркий пример, опять-таки, примера Бога. Мы сорокадневный пост Бога помним, который он совершал на горе, когда его искушал еще лукавый, предлагая сделать камни хлебом, предлагая ему, чтобы ему все поклонились в мире, богатство показывал. Но Господь, естественно, пришел не поклониться лукавому, а спасти людей от греха, как минимум дать надежду, что можно покаяться и обрести Царство Небесное. Пост бывает разный. Бывает пост души, тела. В совокупе, конечно, пост. Святые отцы говорят, пост – это два крыла, которые возносят, поста и молитвы, которые возносят нас к Богу. Пост – это воздержание. Человек больной постится своей болезнью. Если у человека есть какие-то сугубые заболевания, поджелудочные, не дай Боже, онкология, то это уже его пост. Когда он несет, не ропща, свой крест, свою немощь, понимая, что где-то ему это попущено за его грехи. Также нужно сказать, что пост, допустим, для детей. Порой дети очень сильно любят конфеты, компьютерные игры. Мы вот тогда им говорим, вот сейчас вы должны воздержаться от этого. Если человек, допустим, болен табакурением, то если он не курил в течение поста, уже, можно сказать, соблю пост. Невозможно победить все сразу грехи. Это гордыня. От него вытекают все остальные грехи. В прессе масса-масса много других грехов из него. То тогда в таком спокойном, покаянном состоянии просим помощь Божью, чтобы он нас подкрепил. И, конечно, воздерживайся в той или иной пище по нашим возможностям и нашим немощам. Вопрос о том, что если, как вот мне задали, я не крещен, а соблюдал пост. Является ли это постом или нет. Одно невкушение чего-то, пищи какой-то, это, конечно, не пост. Мы с вами понимаем, что можно круглогодично, ежедневно таким образом поститься. Совершенно правильно это будет диета. Но тут подразумевает, что параллельно воздержание пищи мы еще молимся. Мы как можно больше делаем добрый дел. И это в совокупе нам дает возможность, если можно сказать, в идеале попаститься. И в обязательном порядке в пост мы исповедуемся и причащаемся. Святая Церковь призывает минимум четыре раза в году исповедоваться и причащаться, когда посты. Святые отцы говорят, что кто исповедует себе, причащается реже, чем раз в месяц, того душа и тело слабнет, и лукавый может с ним сотворить все, что угодно. Почему? Потому что человек сам дает возможность такой открытости, а не защищенности. Поэтому не вижу никаких проблем, если ты хочешь именно поститься, как верующий человек. Значит, нужно духовно и родиться, осмысленно к этому подойти в поступку. И принять свое крещение, и быть частью Церкви. Частью твоего прихода, в который ты входишь, к которому ты хочешь быть в том числе и полезными. Еще раз благодарю вас за вопрос. Всего вам доброго. С вами был священник Константин. Следующие ответы будут в ближайших выпусках.